Эту синюю машину знают уже практически во всех местах Никлиновского и ближайших районов, где есть беженцы. Сегодня Светлана везет очередную порцию гумпомощи. Сначала узнала, что особенно нужно именно этому перевалочному пункту. Всегда требуется вода, перекусы вроде лапши быстрого приготовления, печенья, хлеба. Девушка начала волонтерскую работу в конце февраля. С подругой они открыли сбор вещей и денег на необходимое для беженцев. Созваниваются с ПВРами и адресно помогают. В топе запросов памперсы, женские гигиенические средства, антисептики, одежда. Часто просят шлейки и переноски для животных. Люди, которые выезжают из дома, естественно, они не заботятся о том, чтобы там что-то взять. Люди спешно покидают дом свой. Поэтому все, что требуется, это переноски и корма, естественно, и шлейки. Ну, пытаемся, достаем. Едет много пожилых людей. И им, помимо всего прочего, нужна банальная поддержка. Евдокия Тарасова уехала с дочкой из Мариуполя совсем недавно. 84 года, ребенок войны. И вот пришлось снова переживать обстрелы. Я не ходячая. А бросить, я говорю, брось меня, дочь, она говорит, мам, ты что, ты меня бросила? Я говорю, нет, и я тебя не брошу. Россию встретила прекрасно. Внимания очень много уделяют. Хлопцы, то водичку и то яблочко, то печенье несут, чай несут, горячий. Очень много внимания. Поток пожилых людей дает новые запросы для помощи. Просят, например, инвалидные коляски. И получают. Ну, это была помощь. Нам просто откликнулись люди, мы не покупали. Мы также кинули клич, это нужно было очень быстро найти. Когда были маломобильные люди, пересекали границу. И мы вот нашли три инвалидные коляски, которые сейчас расположены на 212, и они очень пригодились. Здесь помогла, значит, пора ехать в другие пункты размещения. По пути Светлана забирает одну из мариупольских беженок, чтобы довезти до Таганрогского вокзала. Та добирается к знакомым. Юлия Карасюк, Юрий Санкин, Первый Ростовский.